Чебоксарское троллейбусное управление подан иск в арбитражный суд. Поставщик электроэнергии был вынужден принять такое решение из-за большой задолженности предприятия. Как быть в сложной ситуации и возможно ли избежать банкротства управления? Сегодня обсуждали на совещании все заинтересованные стороны. Министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Иванов прокомментировал ситуацию. Общая нагрузка долговая за потребленную энергию у предприятия Чебоксарское троллейбусное управление составляет 156 миллионов рублей на данный момент. Эта задолженность во многом возникла в последние 2-3 года, она сильно увеличилась. И во многом это связано безусловно с ростом стоимости электрической энергии. Как говорят в руководстве Чебоксарского троллейбусного управления, в этом году стоимость электроэнергии выросла на 25%. А при том, что основные расходы до 30% троллейбусного управления занимает как раз электричество, безусловно это усугубило положение троллейбусников. В дальнейшем будут проводиться работы по тому, чтобы тариф был адекватный. Сейчас, кстати, в правительство Российской Федерации внесены законопроекты о определении цены для троллейбусных управлений в целом по Российской Федерации на уровне как для простых граждан, для простых домохозяйств. Это, безусловно, возможно изменит ситуацию. А что касается непосредственно нашего Чебоксарского троллейбусного управления, безусловно, придется принимать и республике, и муниципалитету какие-то серьезные шаги определенные для того, чтобы закрыть эту финансовую брешь в краткосрочном периоде, для того, чтобы предприятие продолжило существовать.